Всем привет! Очередной обзор для проекта Supplements for All. Погнали! Суровый дядька в погонах из спецсвязи, лейтенант судя по погонам и да реально с кобурой на поясе принес мне вот такой пакет и я даже его еще не вскрывал на этот раз. То есть я даже еще не в курсе что там. Будем вскрывать на камеру и смотреть. Ну что же там? Судя по всему там какая-то банка, а не дойпак, как в прошлый раз. Что же там у нас? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Протеин 3 of life. Итак, 3 of life со вкусом фисташковое мороженое. Этого вкуса я уже в последнее время напробовался. Еще один будет в моей коллекции. Да что ж такое-то? Одна фисташка. В прошлый раз, понимаешь, миндальный торт, в этот раз фисташка. Ну ладно. 3 of life на обзор я и сам хотел. Учитывая информационный шум, который то и дело всплывает вокруг этого бренда. Как раз пройдемся по производителю. Для начала краткая справка. Компания позиционируется как зарубежная, а именно американская. Адрес производства и самой компании указан в США. Производств аж целых два. Что забавно, юридический адрес это просто адрес почтового отделения в городке Саммит в Нью-Джерси. Первый адрес производства это офисное здание с несколькими юрлицами внутри. Одно из которых фитнес-центр, а второе фармацевтическая компания. Хочется верить, что именно эта фармацевтическая компания и есть производитель. Но скорее всего нет. Возможно там просто какой-то офис. А вот второй адрес более интересен. По нему находится реальный производитель Nutrition, CCB Nutrition. У которого на сайте заявлено производство порошковых, таблетированных и жидких форм добавок. Будем считать, что это как раз оно и есть. Хотя как раз вокруг американского происхождения добавок 3 of life и разгорелся основной интернет-скандал. Зоркий глаз одного из покупателей разглядел банки пермского производства компании Parmplus что ли. Совсем-то кстати российское. При этом производитель даже не стал этого отрицать, а сказал, ну типа да. Мы эти банки берем в Перми, значит отправляем ближайшие пароходы в США. Старт в Джорджии. Там засыпаем наш вкуснейший американский протеин. И стал быть везем обратно. И продаем по конкурентной цене в 1500-1800 рублей за 900 граммовую банку. Вот. Понятно, в США ситуация с банками вообще из рук он плохая. Приходится из Перми возить. Дешевле выходит. Это вам кто угодно скажет, вот хоть у Макслера спросите. Верить в эту историю или нет, дело ваше. Но лузов с этого заявления выбилось предостаточно. Верю ли я в такую схему? Да чёт как-то нет. Сказки верить мне конечно хочется, но это совсем какое-то волшебство. Ох, вот эти сказочки. Ох, вот эти сказочники. Это к вопросу о доверии к производителю. Репутация прямо на старте, ну изрядно подмочилась. Поэтому репутацию я оценю в 5 из 10. Позже производитель предоставил видео с производства в США, на котором было видно, как на банке 3 of Life клеят этикетки. Да всё бы хорошо, однако компетенты и товарищи снова подсказали, что на видео это банки не те, которые пермские, а совершенно другие. Да и на SN Pro были выставлены другие банки. Разгорелся небольшой срачек, в ходе которого было выяснено ровным счётом ничего. Были показаны фотки новых банок из новых партий, которые уже типа не пермские. Вопрос по фото тех самых спорных банок был обойдён стороной в стиле «Все наши партнёры получают полную и исчерпывающую информацию по всем вопросам. Вот встаньте партнёром и спросите в личке. Я вам на всё отвечу, публично ничего светить не буду. Просто скажу, что всё хорошо». Конец цитаты. Тема катания банок через границу так и не была полностью раскрыта, к сожалению. Но мы с вами с вами можем проверить правдивость слов товарища из 3 of Life. Вот вам кусочек видео, где якобы катают те самые банки 3 of Life. Вот вам скрин из этого видео. Я выделил стрелками ключевые места, на которые стоит обратить внимание. Вот фото банки в руках представителя 3 of Life. Смотрим. Банка очень похожа на банку с видео. Та же форма в верхней части и нижней части банки. На дне написано 3770 мл. Вроде так, на фото плохо видно. Казалось бы, всё хорошо, но явно видно, что высота крышки другая. Но может быть это искажение восприятия из-за фото и видео? Давайте дальше. Вот фото банок, которые сейчас в продаже в магазинах. Да и у меня в руках такая же. Посмотрите на места, отмеченные стрелками в сравнении с банкой на видео. На надписи на дне и на форму дна. На моей банке на дне написано 3000 мл. И форма дна самой банки и форма самой банки совсем другая. Зато один в один, как банка на чертеже компании InPline. И стадам! Берми! Вот это поворот! Где тут правда? А вот фиг бы её знал. Однако, судя по всему, жизнь даже у первых банок интереснее, чем жизнь у большинства россиян. Вон, в США на халяву катаются за протеинами. Моё личное имхо, что скоро в продажу будут только банки, максимально не похожие на InPline'овские. Такие, как на фото от представителя. Но это всё равно те же самые пермские банки, только в пресс-форму 3 of life заказали таки свои. Вот и всё. Имхо, конечно же. Собственно, вывод с открытостью. Тут не всё гладко. Я тоже поставлю. Ну, 3 из 10. Производитель тот ещё обижулька, однако публично провергать или показать доказательства и позиции, ну, не разбежался, так скажем. Дополнительно в топку этого срача дровишек подкинул Руслан Халецкий, который в комментариях ВКонтакте заявил, что, цитирую, пил дыню 3 of life, вкусно, субъективно оценка, что белка там не более 30%. Конец цитат. Однако, совсем недавно всплыли анализы 3 of life, в которых всё же белка там примерно 75%. Всё бы ничего, однако слегка смучает фамилия заказчика. Это как раз-таки самый, что ни на есть, представитель бренда. Поэтому подождём-ка анализов от Subs4All для получения более объективной картинки. Далее оценка доступности продукта. Ну, тут, как всегда, всё сложно. Во ВКонтакте киновскидку насчитал более 30 групп, на самом сайте 3 of life партнёров более сотни. В нашем третьем городе по стране всего 3 партнёра. Ну, пусть так. По Яндекс.Маркету зато вообще нигде купить нельзя. Из трёх партнёров в Новосибирске ни у одного нет в наличии. С доступностью имхо всё не очень, поставлю 3 из 5. Ассортимент на сайте представлен в виде 80 позиций, поэтому признак вот так же 3 из 5. И, наконец, узнаваемость. Моё имхо с узнаваемостью, ну, не особо, не голда, понятно. В группе чуть более 1700 подписчиков. Ну, и вообще твёрдая единица. Давайте теперь, собственно, обратимся к дизайну банки. Выглядит она ярко. А вся такая вкусная, кричащая, слегка леповатая. Не совсем типично для брендов США имхо. У них всё какие-то более унылые и тусклые дизайны встречаются. Скорее уж какая-нибудь Европа-Канада. Цветовой гаммы и яркостью на Тегер напоминает, например, забавный бренд Ями Спортс из Канады. В общем, красиво, празднично и ярко. На полке вряд ли затеряется. Надписи на банке на русском и английском языках шрифт весь прям такой, как на импортных банках, чтобы быть точно уверенным, что это исключительно американская квалити, а не наша отечественная подвалити. Табличка Сапененс Фактс сделана по-американски убого и неудобно читаемо. Но хотя бы есть, и это хорошо. Аминокислотный состав тоже есть. Ингредиенты указаны скупо. Это концентрат изолятый яичный белок. Порция 30 граммов, в ней 24 грамма белка, это 80%. Что, в принципе, согласуется с результатами анализа, которые я показывал выше. Отдельно отмечу, что для всех вариантов вкуса указан одинаковый процент белка. По американским стандартам там плюс-минус пол лаптя по карте считается нормальным. Но мы-то понимаем, что в шоколадном и в каком-нибудь дынном вкусе будет разный процент белка, тупо из-за какао. Ну что ж, за дизайн я поставлю, ну, три. Мне нравится лицевая сторона, а вот оборотная не особо. Америкосы не заморачиваются никогда, так что похожи на Америку. Ладно, бог с ним с дизайном, давайте пробовать уже. У 3 of Life же ставка именно на вкус. Тоже мне удивили, каждый первый бренд у нас в последнее время самый вкусный. Взвесим банку, тут у нас докопаться не к чему. Здесь у нас 1094 грамма, все ровненько. Крышка запаяна термоусадкой, термоусадка без перфорации, я люблю с перфорацией. Крышечка закрыта как-то вот так, слегка болтается. Давайте, открывайте. Наверху нетипична для отечественных брендов металлическая мембрана. Ну, American Quality же. Отодрать ту мембрану вручную не представляется возможным, поэтому я ее прорежу, пожалуй. Как бы там ни было, но запах офигенный. Просто реально офигенно. Открываешь, хочется попробовать. А вот скуп какой-то отстойный. Скуп 6 граммов набираем. Скуп без горочки. Набираем без горочки, так плотненько. Хоп. 14 граммов, все четко. Размешиваем и пробуем. Размешиваем. Пены довольно немного. Несмотря на наличие яичного белка, который пенится, пены довольно немного. Может быть там яичного белка тоже очень немного. За растворимость поставлю 3 из 3. Отлично все растворилось. Неких комочков ничего. Долго болтать не пришлось. За консистенцию. Консистенция... Я понесла, что водянистая довольно плотная. Выглядит прикольно. За консистенцию поставлю 8 из 10. Напиток выглядит неплохо. Ну и давайте таки пробовать и оценивать вкус. А вкус, ребята, очень крутой. И не похож ни один из тех фисташковых вкуса, что я пробовал до этого. То есть здесь нет ярко выреженной миндальной ароматики. И если именно фисташковый привкус, который не удается повторить отечественным производителям, там все-таки больше только миндаль. А здесь выраженный фисташковый привкус с ноткой миндаля. И при этом очень хорошо прорисована именно тема мороженого. То есть это реально фисташковое мороженое очень клевое. Мне очень нравится на вкус. За вкус 9 из 10 смело. Просто практически топ. По сладости не очень сладкое, но я развел на большее количество воды, чем рекомендует производитель. Если бы я развел на 200-250 мл, это было бы очень сладкое и было бы реально настоящее мороженое. Соответственно за сладость мне нет выбора, кроме как поставить 4. Потому что я не выдержал рекомендации производителя и развел на чуть большее количество воды. Соответственно в сладость не попал. Ну что ж, как-то так. Очень вкусный протеин с очень мутной историей. Реальный процент белка под вопросом. Но это как раз мы выясним чуть позже в анализах. А вот катаются ли эти банки через границу и обратно, нам наверное так и останется неизвестно. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok